В эфире новости Анапа регион в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. Здесь будут и горки, и качели. Здесь все будет. Комфортная городская среда. Работы по благоустройству анапских дворов и скверостроитель закончат до конца этого года. Все службы переводим в усиленный режим. Экстренное предупреждение. На Анапу движется антициклон, который принесет похолодание и усиление ветра. Самбо – это в первую очередь умение защищать себя, ну и вообще интересный и красивый вид спорта. Национальному виду спорта 80 лет. Во Всероссийском детском центре «Смена» состоялся юбилейный турнир по борьбе самбо. И начнем с главного. Готовиться к следующему высокому сезону необходимо начинать уже сегодня. Привести в порядок дорожную сеть, следить за иллюминацией Пионерского проспекта и центральных улиц, контролировать места, где ежегодно возникает несанкционированная торговля. При этом на контроле у муниципалитета строительство социальных объектов, в том числе двух детских садов. Подробнее о вопросах, которые обсуждались сегодня на планированном совещании в администрации города, в материале наших корреспондентов. Детский сад «Лазурный» в микрорайоне Алексеевский передадут муниципалитету в этом году. Об этом доложил заместитель главы Роман Дикий. В детском саду «Орленок» на улице Крымской идет подготовка к монтажу кровли. Параллельно возводят и межкомнатные перегородки, а также прокладывают трубы. Также полным ходом идет строительство спортзала в школе номер 21 станицы Анапской. Издание офиса врача общей практики в хуторе Чекон сдадут до конца ноября текущего года. Вместе с тем глава курорта потребовал активизировать работы по новому зданию ЗАГСа. В проекте намерен принять участие депутат Госдумы Иван Демченко. Мне нужно четко иметь понимание, когда будет готов проект ЗАГС. Иван Иванович Демченко, он хочет принять участие в строительстве этого ЗАГСа. Он тоже хочет знать, какого числа... Также от управления архитектуры глава курорта ждет предложений по малым архитектурным формам. При этом он напомнил о поручении следить за исправностью декоративной подсветки на улицах и Пионерском проспекте. К предстоящему сезону необходимо готовиться уже сегодня. Следить за местами, где летом расцветает несанкционированный бизнес. И что вам мешает сейчас заняться этой проблематикой всей, то, которую они нам организовывают к курортному сезону, эти люди? Вы их знаете, этих людей? И что вы хотите сказать, что у вас нет полномочий запретить несанкционированную торговлю там? Или несанкционированный общепит? Вы мне, пожалуйста, до сезона позакрывайте все эти наболевшие о вопросах. Начальник ГИБДД глава курорта попросил сформировать собственный пакет предложений по улучшению дорожной ситуации, в том числе по организации парковок, числу задействованных эвакуаторов. Я хотел бы, чтобы были какие-то предложения от вас. Может, нам надо где-то сделать одностороннее движение, где-то двухстороннее. То есть мы должны к курортному сезону немножко город развязать. К этой работе Юрий Поляков поручил подключиться управлению транспорта. В настоящий момент идет расширение улиц Ленина и Крылова. На краевом уровне достигнута договоренность о строительстве дополнительной полосы на Симферопольском шоссе между Кольцом в районе Санатория «Россиянка» и Анапой. Никита Бойко, Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Работа в сквере «Строитель», а также в шести анапских дворах в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» планируется завершить до начала декабря текущего года. Об этом главе муниципалитета доложили также в ходе планерного совещания. Накануне Юрий Поляков осмотрел ход работ по благоустройству. Улица Крылова. Ее расширяют одновременно с улицей Ленина от заправки в микрорайоне 3Б до станции скорой помощи. Это необходимо, чтобы было удобнее добираться в центр и обратно из новых и перспективных городских микрорайонов. Кроме дополнительных четырех метров для транспорта, здесь предусмотрена пешеходная зона и аллея. Ее высадят в рамках акции, объявленной главой муниципалитета. Тем временем инициативу поддержали местные жители. Мы делаем уширение сегодня дороги по Крылова, да? Вот в плане благоустройства, Анжела Анатольевна, светильники у нас есть, тротуар готов, здесь делаем озеленение. Но вот эти гаражи, гаражи, которые стоят, хорошего вида у них нет. Очевидно, надо будет отгораживаться вот здесь от них и закрыть эти гаражи. Я бы хотел, чтобы максимально быстро, вот до Нового года, около 400 деревьев высаживаем. Программа у нас эта работает по озеленению города. Я думаю, что надо вот так вот пойти, потому что вот провода здесь, вот так вот пойдем и посадим деревья, и будет нормально. Это полоса не для парковки машин, это полоса для движения. Поставить знаки, запрещающие здесь парковку машин. Вот до того, чтобы все эвакуаторы их вывозят. Потому что в час пик тут не проедешь. По Ленина мы там расширяем, еще делаем, чтобы тут никаких машин не было. Хорошо, Юрий Зодорович, обязательно. Юрий Поляков поручил выделить активистам саженцы повзрослее, чтобы они лучше прижились. А также не пришлось ждать еще 5-7 лет, пока деревца подрастут. В свою очередь жители пообещали за ними ухаживать. В дальнейшем, если будет проводиться озеленение за счет муниципалитета, деревья, высаженные жителями, будут аккуратно пересаживать. Здесь будут и горки, и качели. Здесь все будет. Заместитель главы Анжелика Бузунова рассказывает о ходе работ в сквере «Строитель». Это точка притяжения для жителей всего 12 микрорайона. Общую концепцию оставили неизменной. Добавятся игровые площадки для самых юных жителей и тех, кто постарше. А также тренажерные комплексы. На месте старого футбольного поля – спортивная площадка. Работы ведутся в рамках программы «Комфортная городская среда». Параллельно идет благоустройство в шести дворах. Завершить строительство планируют к первому декабря текущего года. Ольга Светличная живет во втором доме по улице Чехова. Во дворе уложили новый асфальт, сделали бордюры, оформили зоны отдыха и газоны. Мы рады, как говорится. Это приятная новость для нас. Довольно-таки хорошо, быстро, работают, смотрю без выходных. Вообще все прекрасно. По поручению главы курорта идет благоустройство так называемых «народных троп». На одном из таких объектов, на улице Ивана Голубца, свежий асфальт. Работа в данном направлении будет продолжаться. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Юрий Поляков поручил усилить охрану нового сквера в субсехе. Городские службы открыли невеселую статистику. За неделю вырвали семь перекладин на скамейках. Сломали несколько дождевателей системы автоматического полива. Разбили два фонаря. Мы же делаем для людей, чтобы было все в порядке. Ну что скажешь? Валерий Александрович, надо батареопись это. Я понял. Надо батареопись. Просто жалко. Сейчас уничтожат это все и все на этом закончится. Вот мы с вами обход делали, там улица ходили, Анна Крылова. Вот я хочу искренне поблагодарить жителей улицы Крылова. Вот они услышали этот призыв. Вышли на улицы, начали высаживать деревья. Вы видели вчера, как они там, сколько человек копало сами, ямы копают, сажают. Просто молодцы. Вот это, считаю, патриоты города. Вот это идиоты, которые ходят лавочки, ломают. Ну какие это апатриоты города. Зима на пороге. Уже сегодня ночью в Анапе ожидается резкое похолодание с усилением ветра. Экстренное предупреждение от управления гражданской обороны. Этой ночью похолодает до минус одного градуса. К чему готовятся анапчанам в нашем материале. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. В Анапе ожидают резкого ухудшения погоды. Антициклон будет наступать по нескольким направлениям. Это и порывистый ветер, и понижение температуры. В основную зону риска попадают автолюбители. Завтра утром на дорогах возможен гололед. Уже сегодня советуют эксперты, стоит поменять летние шины на зимние. Также необходимо тщательно выбирать и место парковки. Одиноко стоящее дерево и незакрепленные предметы могут повредить машину. Да и для человека они несут прямую угрозу. Не стоит забывать и о правилах безопасности в закрытых помещениях. Ни в коем случае не сохранять запас дров в домах. Исключить нахождение газовых баллонов в помещениях. Проверить домоходы, проверить автоматику работы отопительных приборов. Усилить контроль за престарелыми и детьми. Потому что при таком ветре и отрицательных отметках температуры, переохлаждение организма для детей очень опасно. Такая погода в ноябре, говорят эксперты, для Анапы не редкость. Городские коммунальщики заверяют, к любым сюрпризам непогоды готовы. Уведомляем все службы, переводим в усиленный режим. Также просим населения обращаться в единую службу диспетчеров. В случае ликвидации, впоследствии, создается группа. Основной удар стихии придется на первую половину недели. По прогнозам синоптиков, уже в четверг погода нормализуется. А в ближайшие дни по всем вопросам можно обращаться по телефону оперативной дежурной службы. 3 20 94. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркальев, Анапа-регион. Какие правила безопасности необходимо соблюдать во времени погоды? И как анапчане встречают резкое похолодание? Наши корреспонденты обратились к горожанам с этими вопросами. По погоде одеваюсь, стараюсь там шапку, шарф, варежки, теплые обуви одевать. Когда уже я чувствую, что это необходимо и неизбежно надо идти по делам. А если это, то зачем кутаться? Можно дома посидеть в тепле. Колеса перебываю, в первую очередь. Подальше от деревьев ставить машину, чтобы ветки не упали на машину. Как минимум. В зимние периоды сильные ванапи ветра, конечно же, убираются дворов. То, что может улететь, то, что может причинить какой-то ущерб или вред, конечно. Теперь лучшие практики по волонтерству в формате онлайн. Представители добровольческих движений и все остальные желающие смогут узнать еще больше о волонтерском движении страны. Для этого создана онлайн-платформа обучения.добровольцы.россия.рф. На этом портале размещена программа в формате дистанционных курсов. Она включает в себя видеоролики и проверочные тесты. Каждый онлайн-курс – это возможность взять мастер-класс у ведущих экспертов, известных общественных деятелей в этой области. Каждый, кто успешно пройдет любой из онлайн-курсов и ответит на вопросы финального тестирования, получит электронный сертификат о прохождении этой программы. В детском всероссийском центре «Смена» прошел третий международный открытый турнир по борьбе с самбо. Его цель – популяризация национального вида спорта среди школиков. Подробности в нашем материале. В этом году турнир был посвящен 80-летию самбо. Во Всероссийском детском центре «Смена» открыли мемориальную доску – основоположнику этого вида единоборств Анатолию Харлампиеву. Клад Анатолия Аркадьевича в развитие самбо неоценим. Поэтому, безусловно, открытие мемориальной доски способствует тому, чтобы ребята-самбисты изучали нашу историю. В этот раз на ковер вышли около ста спортсменов из Краснодарского края и Крыма. Впервые в соревнованиях приняли участие немецкие спортсмены. Самбо – это в первую очередь умение защищать себя, но и вообще интересный и красивый вид спорта. Я считаю, очень важно обмениваться опытом именно с другими странами, другими спортсменами, так как можно делиться разными техниками борьбы. В общекомандном зачете победу одержали анапчане. На втором месте – Новороссийск, ну а бронзу получили борцы из города Керчь. В Ласта Царева, Анапа-Регион. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа-Самбурово 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова